Всем доброго дня, меня зовут Евгений И сегодня у нас автомобиль Volkswagen Tiguan Но Tiguan с очень большим пробегом, а именно 240 тысяч километров Это двухлитровый автомобиль, который действительно очень хороший Если вы его рассматриваете к покупке Сейчас мы вам подснимем честный отзыв владельца И я расскажу с точки зрения сервиса, где у него сильные и где слабые стороны Поехали! Продолжение следует... Коротко о самой модели Это уже рестайлинговый Tiguan Двухлитровый дизельный мотор И в целом тачка вообще пушечная Вопрос, сколько она может стоить на рынке? Ну, я думаю, 700-800 эта машина будет стоить реально живая С адекватным пробегом Но нужно понимать, что двухлитровые дизеля немцы всегда делали для очень больших пробегов Поэтому эти машины боятся на пробеге 200 тысяч, 250 тысяч километров Если это был околотрассовый пробег, я бы точно не стал Из слабых мест я могу отметить, наверное, лишь ЛКП Потому что ЛКП на Tiguan не самое сильное На стыках бампера, как мы вам показывали в предыдущем ролике По Tiguan на 1.4 моторе где-то вот здесь всплывет Там есть элементы без коструя И появляются сколы под ручками Вся эта история появляется Но все это можно подкрасить И со всем этим можно жить Потому что в остальном машина, как уверяет владелец Доставляет только удовольствие И ездит 240 тысяч километров без каких-либо серьезных поломок Теперь давайте разберемся почему Двухлитровый дизельный мотор С ним за 240 же ничего не происходило Просто регламентное обслуживание, замена ремней, замена жидкости и все Как снимать дальше ролик? Вопрос, то есть с мотором ничего не произошло за это время Да и на самом деле долгое время не произойдет Если следовать нескольким вещам Первое, это менять фильтра на оригинальный либо качественный аналог И обязательно при каждом ТО менять топливный фильтр Тогда ваша топливная система действительно будет долго ходить Потому что топливная система на ваговских дизелях Она стоит немаленьких денег Форсунка будет стоить минимум 20 тысяч рублей Все это подробно будет в таблице в описании Да, вот в таблице и там вот каждая запчасть Все расписано Стоимость, производитель И сколько вам это встанет на круг Многие говорят, что можно отремонтировать эти форсунки Но я не верю в ремонт форсунок никаких Ни дизельных, ни бензиновых Это мое личное убеждение Далее, чтобы машина нормально ездила Вам нужно просто заправляться на нормальные заправки Проверенные, где не будет какой-либо бодяги И менять масло Ну, вот у владельца больше трассовый пробег Он меняет раз 10 тысяч километров Этого хватает Если вы катаетесь в условиях города Тем более в условиях мегаполиса Меняйте раз 7 с половиной тысяч километров И все будет пушечка Слабых мест на этом моторе Практически нет Если вы все меняете вовремя Если кто-то что-то называет слабым местом на этом моторе То, скорее всего, это просто человек где-то не доследил Где-то что-то не поменял вовремя Что здесь нужно менять? Комплект ГРМ здесь ходит около 120 тысяч километров Как показывает практика И приводной ремень Мы не будем больше снимать двухлитровые дизеля Потому что мы не можем попасть в хронометраж ролика Здесь нечего рассказывать Это реально очень-очень-очень надежная история Ну-ка, мне интересно Акум... Не, Акум уже не родной Год назад Потому что на севера Периодически приходится ездить А так мы недавно Снимали Гольф Где даже аккумулятор был родной А так вак в целом сыпется Сразу видно Вот она крышечка православная Смотри Оп И все, ее удобно наливаешь Номер этой крышки, кстати, тоже оставим в описании ролика Если вдруг кто-то не видел Так, по машине что? Так, и сеточка есть Ну, блин, ну Мне к этой машине не докопаться Поэтому она и проездила 240 тысяч Спереди стоит сетка Чтобы не было сильного пескоструя Если ее не поставить В условиях России Что происходит? У вас очень быстро Убивается радиатор кондиционера Примерно за 3-4 года Если вы катаетесь по трассам Итого, это может произойти быстрее Но сильно переживать не стоит Радиатор кондиционера Есть вне оригинале Фирмы Ниссенс, Хэлла В общем, очень большое количество фирм Которые вы можете поставить Что бы я рекомендовал делать на этом автомобиле Это точно мыть радиаторы Потому что все турбированные моторы Должны быть с чистыми радиаторами Чтобы они очень хорошо охлаждались И тогда проблем не будет никаких 240 тысяч километров И да, турбина, она тоже родная И все с ней хорошо Ой Антифризик только чуть-чуть подлить Совсем чуть-чуть Бак говно Ломается То ли дело Тойотка Ходит вечно Коробка мини рыгает И все с ней отлично Давайте как раз поговорим о коробке Она здесь такая же, как о Тойоте Но перед коробкой все-таки поговорим про подвеску Что-то у меня настроение подвески Что вам нужно знать про подвеску на Тигуанах Если вы собираетесь приобрести Это очень надежно Из слабых мест я могу отметить только вот эти задние соленблоки Но чтобы понимать Здесь уже стоят усиленный Усиленный соленблок Компании Miele Стоит около полутора тысяч рублей Поменять в целом Вы его можете даже самостоятельно Если у вас есть подъемник Три болта открутили Три болта прикрутили Бывает так, что болты не идут И они вытягиваются И тогда начинается веселье И громкие звуки Которые вы возможно услышите в этом ролике Дальше что Передние соленблоки По передней подвеске Они очень надежные Шаровые опоры ходят действительно долго Шаровые опоры ходят около двухста тысяч километров И я вам рекомендую их поставить оригинальные Да, они стоят денег По три с половиной тысячи рублей Но это ваша безопасность И плюс ресурс больше, чем у Лимфердера Раза в полтора Также что Ну стойки стабилизатора Я думаю, это плюс-минус у всех автомобилей Комплект оригинальных стойк стабилизатора Стоит около двух с половиной тысяч рублей Это тоже недорого Можно посмотреть компанию Лимфердер Но по итогу вы получите плюс-минус те же самые деньги Что и оригинал Я рекомендую поставить оригинал Он ходит подольше Подрамник Соленблоки все хорошо ходит Ничего не делает голову Бывают проблемы только по хомутам глушителя Давайте пройдем чуть назад Я вам покажу Вот у нас Хомут глушителя Они со временем просто прогнивают Это происходит в больших городах из реагентов Оригинал не спешим покупать Берем компанию Басал Стоит три раза дешевле Ходит ровно столько же Полный привод у нас, естественно, это Халдекс Потому что это Тигуан Мотор у нас с поперечным расположением двигателя Соответственно, полный привод реализовать классическим торсоном невозможно Насколько хорош Халдекс? Начнем с кардана Потому что у владельца уже менялся подвесной подшипник И потихоньку подходит задняя эластичная муфта Все это можно поменять отдельно В профильных станциях по карданам Либо придется приобретать новый кардан, если он не подлежит восстановлению Это около 80 тысяч рублей Сам Халдекс Если мы берем История надежная Просто нужно менять масло в муфте Халдекс Менять масло в заднем редукторе И тогда проблем в целом не возникнет Халдекс здесь еще у нас стоит четвертого поколения Поэтому при замене масла Обязательно закажите фильтр Единственное, что фильтр нужно будет заказывать От компании Вольво Потому что ВАК решил, что у нас будет все меняться в сборе Непонятно зачем Халдекс одинаковый Поэтому заказываем фильтр от компании Вольво Он стоит около 2,5 тысяч рублей И в целом будет вам счастье На круг это все на самом деле стоит небольших денег Абсолютно небольших Поэтому не стоит переживать Кайф Все недорого И в целом довольно-таки ресурсно Давайте теперь поговорим немного про заднюю подвеску В рамках нового формата Я решил для вас покопаться в мусоре Потому что недавно Точнее вчера у нас была Ауди ТТ И в целом у Ауди ТТ такая же подвеска, как на Тигуане Сейчас я пытаюсь отыскать все эти запчасти в снятом виде О, соленблоки подрамника Уже надорванные И все это наглядно вам показать Но на это потребуется какое-то время Смотри, как мы любим ступичные подшипники на А4, на А5 Смотри Это вот так его извлекали Потому что они к кулаку прикипают Люди любят кататься быстро И как ты видишь Один болт он не пошел Поэтому очень много satisfaction иногда происходит Это получается А4, А5 А6, А7, А8 Начиная с 2008 года такие подшипники стоят Задняя подвеска И неспроста у меня так называемый рычаг-лодка Потому что он похож на хачапурик-лодочка Видимо, поэтому его так называют В общем, это одна из проблемных мест на данных автомобилях Рассыхается у нас, как правило, внутренний соленблок То есть рычаг, как вы можете видеть Он расположен вот таким образом И первым из строя у нас выходит внутренний соленблок Но проблема в том, что Если обратить внимание поближе Сам металл, он уже не в очень хорошем состоянии И если эту историю перепрессовывать Очень часто бывает так, что все-таки Рычаг идет по бороде Поэтому мы рекомендуем все это менять Именно рычагами Иначе вы можете заплатить двойную стоимость За перепрессовку соленблока И за соленблока в итоге купить рычаг Благо, лимфердоровский рычаг такой стоит Около 2700 рублей В оригинале смысла ставить нету Потому что оригинал стоит 10 тысяч рублей И отходит он явно не в 3 раза больше В отличии от лимфердора Дальше, что касается задней подвески У нас есть продольные рычаги И на них тоже периодически выходят Из строя соленблоки Вот здесь они у нас находятся Сейчас мы подсветим Вот они у нас Как вы можете заметить У нас отсутствует стаб Потому что он сейчас пойдет под замену Машина приехала на замену стабилизатора Есть так называемые подруливающие тяги Но как показывает практика Если у вас по Тигуану что-то начинает выходить из строя по подвеске То задняя подвеска обычно меняется с опусканием подрамника И меняется вся Так выходит по факту на самом деле даже дешевле Уронить подрамник в землю И все это спокойно поменять Важно, если вы сами покупаете запчасти на свой автомобиль Заказывайте, пожалуйста, всегда болты Если вы находитесь в мегаполисе, где есть реагенты Болты закисают, болты вытягиваются Не раз показывали нашу стену плача Где все это наглядно видно Вот, а так по задней подвеске Ну, не знаю Где-то раз в 10 лет вы будете менять Соленблоки на подрамнике Просто потому что резина рассохнется А в целом, ну, ездите Радуйтесь автомобилю до бесконечности И давайте теперь поговорим про нашу любимую Коробку от Тойоты Коробка от Тойоты Айсин Шестиступенчатый Коробка не самая умная Но ее уже научились прошивать так Чтобы коробка переключала нормально Потому что на заводской прошивке она туповатая Если вы катаетесь спокойно Да, окей Если вам периодически нужно куда-то перестроиться Либо вам нужна просто более информативная дача автомобиля Я бы рекомендовал ее перепрошить Что про нее нужно знать Масло нужно менять раз в 60 тысяч километров Если вы катаетесь активно Я бы поставил доп. охлаждения Однозначно, потому что до охлаждения здесь очень слабое на коробку Точнее его нету Хотя на японцах оно есть А вот это в октябре уже серьезные вопросики возникли Поставить охлаждение И тогда все это будет ходить очень хорошо По маслу Как и говорил ранее Раз в 60 тысяч километров При этом оригинал заливать не обязательно Потому что оригинал стоит 3,5 тысячи рублей за литр приблизительно Можно залить спокойно дайотовское масло На драйве 2, на других источниках Огромное количество информации Какое масло туда можно лить Либо мобил 3309 АТФовское И все будет хорошо По фильтрам и прокладке То, за что меня все время пылесосит Когда я рассказываю про Aisin Я буду стоять на своем Прокладка-фильтр оригинал Хотите покупать миели Экономить большое количество денег Покупайте Но по моей практике Прокладки миели очень часто у нас начинают сопливить И тогда уже все становится грустно Приходится оплачивать одну и ту же работу дважды Я не люблю этого Я лучше один раз нормально заплачу Так как я слишком бедный для того, чтобы покупать дешевые вещи Все Коробка-пушка Мотор-пушка Подвеска реально хорошая Если вы собираетесь ездить на автомобиле долгое время Я бы реально его рекомендовал Забыл сказать только единственное, что про тормоза Они хорошие Их хватает Из проблем Дорогих Нет, это не проблема Даже это дорогая вещь У меня на 12-летнем автомобиле закончился первый раз электромотор ручника Стоит денег Безусловно Но Что поделать А все В остальном все это стоит небольших денег По тормозам выбирайте сами, что вам больше нравится Я предпочитаю ездить на АТЕ Диски АТЕ Колодки-хавки Потому что у меня машина чуть более динамичная Да, не, мне хавки вообще нравятся У них очень долгий износ Стоят недешево Вот их один раз поставил и забыл Для понимания, у меня хавки на предыдущей езке При активном стиле езды и веса машины более 2 тонн Я на ней откатался 25 Продал И человек вот только сейчас будет заказывать Он еще, по-моему, около 20-ки отъездил И это на 2-тонном автомобиле Который может спокойно ехать 200+, И ты этого даже не чувствуешь Вот это мне нравится по тормозам Хавки прям, ой, любить целовать Вы если спокойно катаетесь от Ешки Вот от Симмерман, Бош Все, что вам больше нравится То и ставьте Я сказал, что нравится мне В остальном В любом случае Выбор будет за вами Если вы даже захотите дооснастить тормоза Проблем нету Есть огромное количество китов Которые стоят болтон И все у вас в жизни становится хорошо Стоит такой кит в среднем 70-80 тысяч Если его собирать на качественных компонентах Не стоит вестись на историю Что тормоза за 40 тысяч и все будет пушка Это маловероятно Потому что либо диски будут дешевые Бошевские И при активной езде Бош очень хорошо ведет Либо колодки будут а-ля какие-нибудь ТРВ Что тоже при динамичной езде не совсем хорошо На нормальных компонентах готовьте 80 И все у вас будет хорошо Прямо под этим автомобилем Я думаю, что мы и зафиналимся Тачка хорошая Она простая При этом она комфортная Если вам нужна машина В которой вы спокойно прыгнете И на протяжении Как владелец более 250 тысяч километров У вас даже не будет возникать Каких-либо сомнений Что что-то может пойти не так Однозначно Берите Тигуан А мы сейчас поменяем задний стабилизатор И отпустим клиента Спасибо большое, что посмотрели этот ролик И до скорых встреч Субтитры сделал DimaTorzok